всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня снова начинаю снимать такой наполовину домашний влог я сейчас сварила супчик супчик вот из этой красной чечевицы не красная а как это арабская чечевица называется значит сварила по самому простому рецепту который вообще только есть мне одна девушка написала что она варит этот суп как обычный с вермишелью только вместо макарон соответственно кладет вот эту чечевицу и получается очень вкусно самом деле я его сейчас попробовала и действительно он получается что такое средний между гороховым и чечевичным вот что-то такое среднее но при этом кстати очень вкусно я не знаю я сейчас поеду за своим старшим сыночком забираю вас сегодня сейчас из школы вот мы с ним приедем и как раз поедим этот суп и так вот мой супчик значит варила на курином бульоне как я уже сказала все то же самое извините я тут плиту запачкала как всегда вот так вот он выглядит видите то есть она самой упаковки вот такая оранжевая а когда я ее сварила она стала вот такой вот но она по вкусу реально другая средняя между горохом и чечевицей очень просто добавила сюда картошечки обжаренный лучок морковочку перчик и соль все сейчас я хочу еще заскочить в магазин галамар вообще кстати напишите нравится вам этот магазин или нет если он у вас в городах но я знаю что он вроде бы много где есть этот магазин и я туда уже заскакивала на этой неделе у меня был у с младшего сыночка в садике праздник осени вот и мы в общем я искала ему костюм медведя костюм медведя так и не нашла в общем нам там дали на время в итоге и в общем заскакивала в галамар потому что увидела что там что-то висят какие-то маски парики думаю может там есть и сейчас я очень жалею что я не взяла сразу потому что я там увидела очень классное блюдо вот такое вы знаете как такая пиалочка только именно такое блюдо белое с какими-то снежинками орнаментом стоило она где-то мне кажется кажется рублей 200 стола я если честно уже не помню там их стояла всего три штучки и я хочу купить это блюдо в общем поставить его ну как бы готовить уже к новому году да такое вот у нас как раз скоро наступит холода обещают уже на следующей неделе вот поэтому ну такое вот осеннее настроение домашнее я пропустила будет хотя бы у меня зимнее настроение так что сейчас заберу сына и зайдем с вами в галамар и Продолжение следует... 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 В общем, такая не очень хорошая ситуация, конечно, поэтому я как-то так, знаете, немножко подрастроилась и вообще ничего не купила, но посуда там классная, не знаю, новогодняя, но как-то я еще, наверное, не готова к новогодним всяким историям, и, может быть, как-то не... Надо как-то это продумать же все, вот, ну, в общем, не знаю, короче, вот. Вот, но Галамар, кстати, очень такой неплохой, на мой взгляд, магазин, не знаю, напишите мне, если вы ходите в Галамар, нравится он вам или нет, но вот по виду, по самому магазину, потому как все расставлено, как все лежит, все аккуратненько, там есть, правда, посуда тоже со сколами, как в фикс-прайсе я вот там показывала, но все равно, мне кажется, там какие-то приличные, недорогие вещи можно найти. Так что, вот, будем сейчас с сыночкой обедать, потом еще мне за младшим надо в садик ехать, вот. Ну что, едим мы с сыночком как раз вот этот суп, вот так вот он очень аппетитно, мне кажется, выглядит. Я ем еще с хлебушком и с хренком, я, кстати, очень люблю хрен, вообще обожаю. Как суп? Вкусно. Вкусно, ну вот. Так что вот такой вот у нас обед. И да, я как-то рассказывала, что я не люблю есть суп, но так как сварила новенький, то, конечно же, самое нужно его продегустировать. И еще я забыла, что я сегодня заезжала, забирала свой заказ в Фаберлик. Я вообще его забыла в машине, сейчас ездила в садик за младшим ребенком, думаю, что так у меня лежит, а это Фаберлик. Ну, в общем, бывает. Вот, но прежде я хочу ответить на вопрос, мне задала одна моя подписчица, как мы с ребенком делаем уроки, то есть заснять этот момент. Но нам на завтра уже ничего не задали, вот, теперь уже только после каникул. А так вообще я своего сына приучаю к самостоятельности, к тому, чтобы он сам выполнял домашнее задание. То есть ему задали, он берет учебник, берет какой-то блесточек или, неважно, в общем, черновик, допустим, математика эта, да, решает, приходит ко мне, я проверяю, и он переписывает на чистовик. Вот таким образом мы сейчас делаем. Вот, если что-то непонятно, то я, естественно, объясняю. То есть мы как бы, если я вижу, что тут вообще вот как бы затупил немножко, то я все объясняю, все ему рассказываю, как бы, ну, в общем, помогаю. А вообще он у меня учится на твердую четверку, и у меня сын ходит в языковую школу, я уже об этом говорила. То есть у нас школа с углубленным изучением английского языка, и плюс у нас еще будет, в общем, по итогу у нас будет три, по-моему, или даже четыре языка. То есть английский обязательный, и остальные на выбор. И вот со второго класса у нас уже начался английский язык. Мы тоже как-то написали, что, ну, не всем идут языки. Да, я согласна, но у меня, например, английский язык у сына идет лучше, чем русский. Вот, ну, на то он и русский язык, да, что он не всегда, скажем так, дается. Вот, но мы как бы стараемся. Была, конечно, у него тут и тройка он как-то получала за русский язык, но чаще всего, кстати, ему снижают оценку именно за почерк и грязь. Вот, это то, с чем мы... Ну, как бы с почерком не то, что я борюсь. Я просто борюсь как бы с аккуратностью, да, чтобы было все написано аккуратно и так далее. У меня там дети уже играют в этот, в мячи свои. Так что вот так вот. Ну, и плюс есть некоторые моменты, которые вот мы прямо садимся, разбираем и так далее. И мы занимаемся, и на каникулах будем заниматься тоже. То есть дополнительно что-то мы делаем обязательно, читаем, где-то разбираем какие-то примеры. Единственное, у нас со вторника на среду и среды на четверг нам задают обычно очень много уроков. То есть мы реально сидим полвечера, вот, не потому что там что-то долго делаем, а потому что задают много там и русский, и английский, и чтение, и еще бывает окружающий мир. И бывает такое, что могут и по английскому задать, учить стих, и по литературе задать, учить стих. И как бы все это нужно выучить, или выучить еще плюс по-русскому какие-нибудь правила и так далее. Поэтому это такие самые сложные дни. Обычно с четверга на пятницу у нас такой самый легкий день. Так что вот так. Ну, по физкультуре, естественно, пятерка. Мне кажется, у всех мальчишек, наверное, пятерки по физкультуре. Вот, так что вот так. В общем, сейчас покажу вам свой заказ Фаберлик. Итак, разложила я тут уже заказ Фаберлик. Значит, у нас получилось в этот раз так. Мама набросала в корзинку себе кое-что чуть-чуть тут взяла, и кое-что я взяла. Значит, давайте начнем с того, что взяла себе мама. Во-первых, это крема вот эти для рук и для ног. Про ноги, про руки. Очень нравится и мне, и маме, и тот, и другой. Классные кремушки вообще. Я очень сильно всем советую. Значит, давайте, чтобы не затягивать, я артикулу пропишу вам внизу в инфобоксе. Вот. И также мама решила взять, попробовать вот такой. Крем-витоник для ног, противотечный эффект. Ну, у мамы там есть небольшие веночки, такие как бы возрастные, видите. В общем, мама решила попробовать. Вот. Ну, это такой легкий, даже, наверное, снятие усталости, противотечный эффект. Вот такой. Так же мама у меня взяла вот такой лак себе. Какое-то матовое покрытие. Унисекс, деловой маникюр. Кстати, маме он тот, помните, я ей брала такой антивозрастной лак. Он ей очень понравился, но она решила, что хочет разнообразие. Поэтому взяла вот такой бежевенький. И также она себе взяла вот такой антивозрастной бальзам для губ. Я его уже тут открыла. Он внутри вот такой розовенький. И на самом деле он просто прозрачный. Приятно так сладковато, немножко пахнет чем-то. Чем-то мне напомнило печеньки почему-то, не знаю. Вот. И также мама себе взяла вот такой шарф. Тоже все артикулы вам оставлю. Вот такой серенький под зимнюю куртку. Он очень мягенький. Прям очень-очень. Вот его состав. Акрил и люрекс. Вот. Такой, наверное, маме больше декоративный эффект. Но он очень такой прям мягенький-мягенький-мягенький. Очень приятный. Вот такой вот мамы с косичкой. Сейчас это модно. Вот такой вот мамы будет симпатичный серенький шарфик. Так, ну и давайте из того, что взяла я. Давайте начнем с бытовой химии. Я так поняла, что вот это и вот эта новинка. Вот это точно новинка. Концентрированное средство для мытья посуды с ревесным углем. В общем, попробуем с мамой. Обязательно вам расскажу. Вот такой вот, видите. И вот такой кондиционер. Я раньше вот такой фиолетовый не видела. Пахнет очень приятно. В общем, попробую. Тоже расскажу. Дальше я взяла вот этот спрей. Кстати, их хватает очень надолго. Месяца на два, наверное. Для, ну скажем так, туалетной комнаты. Вот этот реально пахнет имбирными пряниками. Вообще настолько классный аромат. Просто потрясающий. Вау, вау, вау. Мне как раз на первый этаж. Я вот один взяла. А второй у нас не закончился еще. Так, и как всегда, вот этот спрей, который я использую на воротнички, на манжеты, на области подмышек, скажем так, для своих мужчин. Вообще супер классная для меня неизаменимая просто вещь. Также я повторила. Мне безумно понравился вот этот ополаскиватель для полости рта. Если вы страдаете чувствительностью зубов, а так как у меня сейчас один зуб сломан, вы уже об этом знаете, и у меня некая чувствительность есть, он реально снимает чувствительность. Вот я полощу после еды картрас, потому что, во-первых, туда немножко попадают остатки пищи и так далее. И именно такая чувствительность зуба есть. Вот это очень сильно с этим справляется. Просто вау, вау, вау. Тоже буду теперь постоянно заказывать. Очень понравилось. Ну и под шумок. Единственное, что я младшему забыла заказать. Я заказала зубные щетки. Я так понимала, что это тоже новинки с угольным напылением. Единственное, что они имеют вот такие прорезиненные здесь штучки. Это я взяла себе вот такую беленькую и черненькую взяла мужу. А это взяла просто обычную вот такую с ионами из серебра для старшего сыночка, младшему что-то я забыла. Ну ладно, я ему потом закажу. Также себе я взяла вот такой бальзам для губ, ну просто бросила его, знаете, ну как бы, как бы просто бросила. Вот я сейчас нанесу его на губы, тоже покажу, как смотрится. Здесь он выглядит вообще вот таким ядреным, прямо розовым. Вот у него вот такой сводч, ну видите, он такой как полупрозрачный, да, то есть... Ну в общем, нанесу бы на губы, сейчас попробую розовенький такой для разнообразия, посмотрим. Также решила попробовать тушь от Фаберлик. Вот такая вот у него необычная щеточка. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, это объемную тушь я брала. А, Кошачий взгляд называется. Вот, ну в общем, попробую, тоже меня многие заспрашивают, пробовала ли я тушь от Фаберлик. Вот это будет первое, которое я попробовала. Тоже все артикулы вам пропишу, девочки. Также я взяла вот такой набор. Он был там какой-то такой промо-акции, я не помню, что-то там, какие-то бонусы за заказы и так далее. Вот этот набор мне обошелся что-то в районе 100 рублей. Значит, сюда входит, это вот такая кислородная линейка, насколько я поняла. Значит, сюда входит, что у нас входит? Мицеллярный лосьон, ночной крем для лица, дневной крем для лица и крем для области вокруг глаз. Ну, девочки, я все попробую, потом расскажу. Вообще, вот на эту линейку я там почитала отзывы. Отзывы просто потрясающие. Всем безумно нравится, все в диком восторге. Ну, в общем, я тоже потестирую. Я подумала, почему нет, за 100 рублей, но мне понравится, выброшу. Но, не знаю, отзывы очень хорошие, так что я с удовольствием, даже с огромным удовольствием, на самом деле, попробую. И последнее, что я себе заказала, это вот такую черную шапку. Сейчас ее тоже по мере вам покажу. Она идет как бы с люрексом вот таким. Вот эта шапка, крил и люрекс. Ну, я ее себе взяла, вообще черной шапки у меня нет. И у меня есть там и такое, ну, не пальто, а такая куртка. И под нее что-то я серая как-то не очень. В общем, решила взять черную. Думаю, она универсальна. Машину бросил, чтобы где-то ее одел и так далее. Но она такая тоненькая, но тоже безумно мягкая. То есть, видите, она какая вообще потрясающая. Сейчас, в общем, померю. Нанесу бальзам и покажусь вам. Ну, и, конечно же, каталог. Ну что, одела я вот эту шапку. Волосы, правда, не стала распускать уже. Слушайте, она мне нравится. Симпатично. Очень даже. Такая она, видите? Вот. Достаточно объемная. Мне кажется, сейчас в моде такая форма шапок. Вот. Мне понравилось. И мамин шарф накинула. Вот так вот все это дело смотрится. Мне кажется, прикольно. То есть, видите, он так слегка блестит. Вот. Тут уже котейка моя просто походила. А на губах вот этот блеск. Что-то криво намазала. Видите, он совсем. То есть, он вот такой яркий в тюбике. И какой вот он полупрозрачный. Классный на губах. Супер вообще. Даже на руке сводч более яркий, чем на губах смотрится. Просто такие влажные. Он еще содержит, знаете, такие... У него вот такой вот спонжик. Обычный самый простой. Он содержит в себе, знаете, такой, как перламутр небольшой. Поэтому идет вот такой вот классный блеск. Слушайте, ну мне прям безумно понравилось. Блеск. Ну, шапочка обычная такая, черная. Не знаю. Нормально пойдет. У меня здесь освещение плохое. Но у нас уже темно просто. У нас сейчас рано темнеет. Вот. Так что вот такой вот был заказик. Не забывайте, что все артикулы я вам оставлю внизу на твобоксе. Протестирую тушь. Протестирую вот эти крема все. И все вам тоже в каком-нибудь влоге расскажу обязательно. А вот здесь вот просто, вот в этой штуке просто такой аромат. Не знаю. Какой-то зеленью, что ли, даже пахнет. Вот. Так что все буду тестировать. Потом расскажу. Сейчас как раз откроем вот этот вот. У нас уже закончился. Один-один. Правда, у меня стоит в запасниках. Но ничего страшного. Вот. Так что вот такие вот у нас были с мамой покупочки. Вот. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Очень буду ждать ваши комментарии. Не забывайте ставить пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю. Целую. И до новых встреч.